Даш, зачем ты пробуешь Марс в Кляре? Руслан идет на футбик. Идет пивасик. И у нас розыгрыш. Конкурс следующий. Да, куда нам идти? О, прям к полю. Просто я же бьюти-блогер, а тебе говорят? Да, ты бьюти-блогер. У нас полно уже болельщиков селтика. Вон там, в кафе, где пап, вообще все забито. Руслан, есть ли у нас билеты? Еееее. Еее, мэн. Ну, пойдем, Шель. Даша хочет попробовать местные деликатесы. Обязательно в порядке. Десерт. Пойдем. Даша, зачем ты пробуешь Марс в Кляре? Все ради Ма Николаевича. Но он же, это же во время, он футбола вроде как. Ну, изначально это и футбольная тема, в том числе, он именно в Бладга не придумал. Ну, это мы понимаем, да, что это... Руслан, пошел. Да, давай, иди, иди. Пошел скоро уже. Ты понимаешь, да, что это отвратительно должно быть? Я пробовала, Фанада. А, ты пробовала? А, я не пробовала ни разу. Я думаю, целиком я же съем, да? Я думаю, что тебе может быть с печенью нехорошо. На всякий случай диетическую вот эту колу улучшается, да? Диетическую колу, да. И спроси, есть ли их, возможно, диетический Марс в Кляре? Просто я же бьюти-блогер, а тебе не говорю. Да. И ЗОЖ, да? ПП, ЗОЖ, ГТО, это все... Красота какая-то невероятная. Ты, главное, выживи, нам еще нужна для рабов всего. Последний день следим. Или в такой же степени. Нет, я... Я думаю, что это не очень. Видишь, что ты заходила? Да, да, да. Пойдем. Сюда, может, мне кажется. Пойдем, пойдем, пойдем. Мы на тебя сейчас будем смотреть. Смотреть с ужасом. Я скажу, что я такую штуку, на самом деле, ела уже дважды. Здесь я все еще жива. Моя печень все еще справляется. Это очень странно. Это... Часландцы очень любят все кляре. Вот они едят все жирное. И они, слушайте, если у тебя есть овощи, пикни их в жир. Обжарь немножко, и все будет прекрасно. Здесь Марс, видимо... Ну, отломи кусочек. О, смотрите, какая она прям истекает шоколадом, мугой и всем остальным. Очень сладко. Просто капец сладко. Дадим кусочек, нет? Хочешь попробовать? Очень сладко, очень липко. Но там луга, поэтому она, когда горячая, она растворяется и становится еще липче. Лепче. Лепче. Но в целом, как бы... Я не могу сказать, что это закуска типа под пиво, которая просто слишком сладкая. Под вискарик, может быть, но как бы... Только эти меня пошли тут уже. Ну, ребята, да, мы заедимся, да, в общем. Ужасно. Руслан идет на футбик. Пьет пивасик. Руслан, почему мы не можем доехать на метро до стадиона Селтика? Потому что здесь недалеко пешком. Недалеко? По прямой. Сколько? 40 минут. 40 минут, но мы уже 5 минут идем. Да, значит, 35. 35 уже. Ну, прекрасно. Народа уже очень много. Мы только что встретили парня-грузина. Он очень обрадовался, говорит, рад поговорить. По-русски был. Но он очень давно здесь живет, да, перешел в английский. Раньше, говорит, все время после Олдфандерби кого-то ножом тыкались. Сейчас, говорит, полиция стала внимательнее следить. Приглашал нас в Тбилиси. Мы ему тоже говорим, пришли в Москву. В общем, было все хорошо. Нам осталось идти сколько? Ну, не 47, а 30. А мы в Тбилиси, мы в ту сторону идем. А почему увеличивается время? Город пустой абсолютно. Болельщики еще по папам сидят. До матча 2,5 часа. Все закрыто. Никого нет, кроме полиции и почему-то пожарных. Даша предположила, что трубы горят. Да, и пожарные сушат. Мы предположили, что там вискарь просто уникальный. Вискарь может быть. Евгений. Как у тебя настроение? Смотри, какие девчонки. Девчонки на этом перекрестке стоят? Ты что говоришь-то вообще? Они не бывают страшные. Они хорошенькие. Хотя самые лучшие. Наши, как известно. Но мы вот пришли. Руслана потеряли, правда. Он пошел в паб еще один билет доставать. Не знаю, трезвый придет, нет. А мы пошли сюда. Солнце. Еще нет 12. Но суровые матчи, матчи риска пораньше назначают. По понятным причинам. Днем как-то исправляться, видимо, с безопасностью попроще. Женя снимает. Я тут тоже хожу. Сейчас зайдем в клубный магазин. Что-нибудь надо купить. Может, что-нибудь и разыграем. Так люди подтягиваются понемножку. Народищу. Но пока все ждут. Но какое-то все-таки напряжение. Ведь парень билеты покупает. В Англии все-таки как-то уже на футболе подобродушнее. Здесь тоже не то, чтобы прям страшно как-то. Но в целом напряжение есть, да. Ну и, разумеется, все только в зеленом. Вообще все в зеленом. Я так понимаю, что гостевых фанатов сюда привезут. Там, не знаю, может быть, на автобусе. Но прямо-прямо к матчу и под охраной будет их мало. Но мы говорили о том, что, по крайней мере, здесь гостевые болельщики есть. Мы, например, когда были в Греции или в Аргентине, гостевых болельщиков на матч вообще не пускали. Потому что не знали, что делать с проблемами безопасности. Даш, где Руслан? Руслан пьет в пабе. Где мы его оставили с отцом? Там какой-то адский фанат, который многодетный отец. Поэтому у него билеты. Там чешут программу лояльности. И он не может просто его отдать. И Руслан как его сын? Руслан пьет как один из его сыновей. У него же трое там в рядочках. А, что интересно, этот паб, он забит. Я зашла туда поискать Руслана. Там забито все. И там какой-то хмурый дед встал на дверь, закрывает. И выпускали реально. Три человека вышло, только три человека зашло. Там вокруг люди, которые когда-то прыгают. Круто! Народу! Народу просто здесь миллион. Мы отжали у Руслана вот что. Спрячь, спрячь, спрячь. Сейчас убьют тут за это. За халявные билеты. Мы пришли, извините, против солнца. Потому что солнце очень низкое. Ну, народу реально море. Просто море. Возле центрального входа Джимми Джонстон. Брат Уальфрид, который и основал Селтик. И легендарный тренер Джон Стейн. Джон Столк, да. Столк прозвище Стейн. Тот самый, который выиграл Кубок Чемпионов. Вот был без фанатов. Ничто. Ну, пойдем. И, разумеется, таблички. Именные. Под ногами. Дашу. Опять Дашу потеряю. Да, но мы пришли. В общем-то. Нам вот сюда. Я думал, сладкий. Сахарные пудры. У меня специальные перспонденты. Извините, пирожков. Извините, пирожков. Попробовать. Шотландский пирожок. Ваня Калашников будет восторгивай. Я, Даша, говорил о том, что... Ты здесь будешь есть? Я, по-моему, да. Говорил о том, что много чего видел, каких матчей повезло с работой. Но до сих пор, когда попадаю на какой-нибудь матч, о котором слышал с детства, но никогда не был, какой-то трепет, безусловно, присутствует. По-моему, это замечательно. Значит, еще не старикан. Да, куда нам идти? Да, я посмотрю. О, прям к полю. О, они тут разминаются во всем. О, наши места. Ну, вообще, шик. А вот это, видимо, наиболее хардкорные фанаты. Или вон там они? Тут весь стадион хардкорных. Разглядывая пирожок и стадион, спрашивает Дарьяк, где интересный гостевой сектор? Мы покрутили головой, а он вот, он рядом с нами. Так что мы должны будем кидать стулья, мне кажется. Я боюсь, что они в нас могут кидать. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Они отворачиваются Сейчас будем орать Под ногами ничего не было Я боюсь, что... Голосы 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...